Я хочу сказать, для того, чтобы получить возможность получать микрокредиты в любой стране отдельно взятой, нужно, чтобы в этой отдельно взятой стране было 15 тысяч партнеров, у которых есть лицензия А. Это вот эта, которая стоит 400 долларов, и на сегодняшний день и завтра лицензию А можно будет приобрести за 200 долларов. Это первое. Поэтому только когда будет 15 тысяч человек, причем это должно быть абсолютно в любой стране, на сегодняшний день нет ни одной страны, ни одной страны в нашей компании, где бы было уже 15 тысяч. 15 тысяч партнеров, которые купили лицензию А. То есть нет 15 тысяч не в Казахстане, в Казахстане еще и тысячи нет, и даже в Италии. Хотя Италия уже больше года занимается цифровыми гарантиями. В Италии в первую очередь записывался проект цифровых гарантий. Мы уже с 2020 года, с марта месяца, я лично купила уже в 2020 году, приобрела этот пакет лицензию А. За 400 я покупала, не было тогда скидов. Поэтому я точно знаю, что вот нет еще в Италии 15 тысяч. Как только будет в какой-то стране 15 тысяч, у нас подключается сразу же, у нас будет сразу же Ассоциация Свободных Предпринимателей зарегистрирует. И вот 15 тысяч лицензий А, это значит, в этой стране будут начинать выдавать кредиты, микрокредиты, через Ассоциацию Свободных Предпринимателей, на итальянском сокращенно АЛИМ. И вот через эту Ассоциацию у них есть финансовая организация, которая может выдавать микрокредиты до 15 тысяч евро. На сегодняшний день 15 тысяч евро, это где-то 7,5 миллионов тенге. Это уже очень хороший, так и неплохой кредит. Потому что вот на сегодняшний день, скажите, кто-то из вас, когда обращается в банк за кредитом, в первую очередь, что вам нужно? Вам обязательно нужно, чтобы у вас была чистая кредитная история. То есть, что вы брали кредиты и рассчитали с этими кредитами вовремя. Если вы попали в черный список, то есть вы не вовремя платили за свой кредит, вы попадаете в черный список и уже знаете, что банки между собой обмениваются этими списками, этими плательщиками плохими, скажем так. И поэтому у вас, вы попадая в черный список, ну не вы, я надеюсь, что никто из вас не в черном списке, а тот, кто хочет получить кредит в банке, он попадает в черный список и у него нет возможности взять новый кредит. Поэтому, дорогие мои, если у кого-то, допустим, вот есть такая ситуация, то с помощью нашей ассоциации свободных предпринимателей, как только в Казахстане будет 15 тысяч лицензий А, мы сразу же сможем тогда запускать здесь через эту кредитную, микрокредитную, микрокредиты, через эту ассоциацию свободных предпринимателей и через финансовый институт, на который есть вот именно выход у АЛИМ, ассоциации свободных предпринимателей, и они могут под гарантию наших World Crew, наших Crew или же наших UNTB выдавать микрокредиты. Я вам уже сказала, микрокредит на одного человека может на одну лицензию быть порядка 7,5 миллионов тенге, это сейчас по нынешнему курсу. А если курс на евро вырастет, то значит и больше будет тенге. Но будем надеяться, что инфляции такой не будет и что евро будет примерно 500 тенге, как сейчас. Поэтому вот по поводу этих микрокредитов я хотела сказать, на сегодняшний день нет еще ни одной страны в мире, в нашей компании, в которой было бы 15 тысяч лицензий. Более того, я хочу сказать, что нет еще даже ни одной страны, на сегодняшний день нет ни одной страны, где наоборот, даже скажем так, не просто, а где есть 15 тысяч, а у нас во всем мире еще у нас нет 15 тысяч лицензий. Потому что как только у нас будет 15 тысяч лицензий, мы на международном уровне зарегистрируем, проведем обучение и зарегистрируем не только Ассоциацию свободных предпринимателей, но мы еще и зарегистрируем наших цифровых менеджеров, потому что первые 15 тысяч человек, и в частности, вот у нас в Казахстане, наши тысяча первых, кто войдет в эту тысячу первых, те, кто приобрел лицензию А, Барони, Эммануэль Барони сказал, абсолютно всем этим, кто войдет в тысячу, будет предоставлена возможность получить бесплатно обучение на цифрового продавца. Что такое цифровой продавец? Это тот человек, который в офисах Алим или в офисах цифровых гарантий должен будет, вот, допустим, промоутер, то есть это любой партнер, приводит бизнесмена, предпринимателя и говорит, мой друг предприниматель хочет заключить с нашей компанией договор и приобрести цифровые гарантии, приобрести пакет цифровые гарантии. И вот я привел его, чтобы ему кто-то это объяснил. И это все будет объяснять потом цифровой продавец, у которого будет уже специальное обучение. На этого цифрового продавца надо будет учиться за плат, за деньги, за 2,5 тысячи долларов. Но для первой тысячи тех, кто приобрел, приобретет лицензию А, это будет только для Казахстана, все цифровые продавцы, которые здесь будут у нас в Казахстане обучаться, они это получат бесплатное обучение. Плюс, когда они сдадут экзамен, 75-75% ответов у них будут правильные. Эти цифровые продавцы получат еще доступ к бесплатному обучению на цифрового менеджера. А цифровой менеджер это будет как раз тот самый специалист, который будет на международном уровне признан как профессия, будет зарегистрирован на международном уровне. Мы будем на мировом уровне первая в мире профессия, цифровой менеджер будет в нашей компании. И так как вы получите бесплатно, только вы, только казахстанцы, Казахстан и Киргизия с Узбекистаном, у вас будет корочка, сертификат, вы будете записаны, вы будете членами регистра, реестр цифровых менеджеров, вы будете зарегистрированы. Мало того, что вы получите бесплатное образование, которое от 2,5 тысяч долларов до 25 тысяч долларов будет стоить. Потому что 2,5 тысячи долларов на цифрового менеджера будет стоить обучение для тех, кто будет работать с мелкими предпринимателями, с частно практикующими врачами. То есть это будут такие узкие специалисты, которые частно практикуют, адвокаты, нотариусы или врачи. И плюс потом с повышением, допустим, когда вы будете работать с акционерными обществами, это уже 5 тысяч стоит обучение, 12 тысяч, когда это уже крупные, более крупные организации и крупные акционерные общества. А холдинги, там уже 25 тысяч долларов стоит обучение для того, чтобы получить право работать с холдингом. Но вы будете зарабатывать, любой цифровой менеджер, который будет потом подписывать смарт-умный контракт, смарт-контракт, умный контракт для этих холдингов или для мелкого предпринимателя, они будут иметь свои 8%. И эта профессия будет очень востребована в будущем. И вообще, вы знаете, на сегодняшний день все переходит в интернет, и все становится оцифровано. Я надеюсь, что вы с этим согласны, вы все это знаете, да, что абсолютно все мы будем на сегодняшний день не только, вот не только вы, не только те, кто получит вообще доступ к этому. Это будет мало того, что хорошо оплачиваемая работа, но еще и очень востребованная работа. Это вы будете востребованы везде, по всему миру, потому что вы будете первые, вы будете лучше всех обучены, вы будете постоянно совершенствоваться, и самое главное, к вам будут обращаться со всего мира. Почему со всего мира? Потому что у вас будет возможность благодаря нашему. Вы знаете, что вот Zoom, мы все имеем Zoom, мы платим за этот Zoom, но, те, кто особенно проводит вебинары, но Zoom нам за это ничего не платит. А у нас будет скоро такая связь, как Zoom, но наша компания будет нам заплатить за то, что мы будем продавать эту связь. И в этой связи у нас еще будет параллельно перевод сначала на 4 языка, итальянский, испанский, английский, русский, потом на 7 языков добавится хинди, там еще какой-то там вьетнамский, еще какие-то языки. Плюс потом будет вообще 12 языков, которые находятся вот в нашей компании, на которые переводятся в нашей компании. Так вот, дорогие мои, вы сможете получить эту профессию и работать через эту связь. Помимо того, что у вас будет такая высокооплачиваемая работа, вы будете в реестре, в регистре международном, и вы будете с гордостью заходить в любой банк, в любую компанию, будете говорить, я являюсь членом международного реестра цифровых менеджеров, я зарегистрирован на международном уровне. Наша профессия признана, это как, знаете, быть членом ассоциации, интернациональной ассоциации международных адвокатов и быть признанным адвокатом во всем мире. Вот это вот здорово. То есть вы можете и в Америке работать, и где угодно. Вот это вы можете получить всего-навсего, если вы сейчас приобретете лицензию А за 200 долларов. Поэтому я считаю, что те, кто не приобрел, те, кто еще не понял, кроме того, что вы получите эту профессию, вы получите возможность и доступ еще и продавать, и, допустим, заключать контракты, и работать с бизнесменами, и зарабатывать деньги, и получать микрокредиты. На каждую лицензию можно получить, я говорю, один микрокредит, потом, допустим, рассчитали с ним, вы можете получить второй. То есть в зависимости от того, что вам будет нужно, вы будете использовать эту лицензию. Но я вас уверяю, что в скором будущем никакие кредиты нам будут не нужны. Почему? Потому что вы начнете так активно, наши цифровые продавцы и цифровые менеджеры, так активно начнут работать по всему миру и привлекать предпринимателей со всего мира, и сводить их, знакомить. И эти предприниматели смогут без кредитов, а договариваясь между собой, получать то, что им нужно. То есть, например, врачу-стоматологу нужны материалы для, допустим, того, чтобы пломбы ставить или зубы делать хорошие, импланты. Им нужны материалы. У него вот на сегодняшний день, может быть, средств нет. Или какие-то там, допустим, нужны еще импланты там для чего-то. Или там те же самые эстетические хирурги им тоже нужны, бывают какие-то. Или протезы, допустим, какому-то травматологу-хирургу нужны. Они все это могут приобретать в компании, в другой, которая занимается поставкой всех этих, допустим, всех этих товаров. И под гарантию наших кру или ворд-кру. Они сами, врачи, будут приходить и говорить нашим цифровым менеджерам или цифровым продавцам. Вот вы знаете, я бы хотел заключить, чтобы вы заключили договор вот с такой-то компанией, которая занимается, допустим, арендой оборудования, или которая занимается продажей таких-то, таких-то, таких-то материалов. Или стройматериалы. Или еще какие-то другие материалы. То есть, вы знаете, поле деятельности огромное. И в зависимости от того, в чем будет потребность, допустим, путешествия. Мы все любим путешествовать. Но у вас, ну вот нет на сегодняшний день денег. И вы не хотите продавать ваши кру за доллар, стоимость кру-доллар. А вы хотите дождаться, когда стоимость кру будет 10 долларов. Или вы хотите дождаться, когда на каждый кру нам будут давать кредиты. Ой, не кредиты, извините. Нам будут выдавать, скажем так, высокие бонусы, дивиденды. Значит, для того, чтобы вам получить эти дивиденды, вы хотите сохранить ваши кру и ваши вордкру. И не хотите их продавать даже по доллару. Потому что это же постоянный пассивный доход. Поэтому вы приходите, говорите. Вот я такой-то, такой-то врач. Или я вот такой-то, такой-то. Я строитель. Мне нужна сюда компания, которая занимается поставкой стройматериалов. Давайте ее сюда подтянем, включим. Вот я там покупаю стройматериалы в такой-то компании. Не хочу брать кредит. Я хочу, чтобы вы договорились, чтобы эта компания здесь под гарантию наших вордкру давала мне материалы. Мы приглашаем эту компанию, договариваемся с ней, заключаем наши цифровые менеджеры, заключают смарт-контракт. И, пожалуйста, строительная компания получает стройматериалы под гарантию своих вордкру. Но и кру, и вордкру, и юнтб. А строительная компания, которая только-только вошла, ей же нужны, этой строительной компании, надо же где-то купить кру или вордкру. А где она их может купить? Элементарно. Кру где можно купить? Исключительно только у наших партнеров. То есть у нас с вами, у вас. И вот когда потребность, у нас будет много партнеров, мы будем их как можно больше привлекать. Мы будем их объединять. Мы будем делать так, чтобы им не нужны были больше кредиты, чтобы они не входили в кабалу под высокие проценты. Закладывали свои там недвижимости, офисы, там свои заводы и фермеры, что там свои какие-то там фермерские хозяйства. Чтобы им не надо было закладывать в банках, они могут элементарно пойти и договориться с тем, кто поставляет им семенной материал или бензин или еще что-то. Они прям будут к вам приходить и говорить, нам нужен вот такой-то товар. Пожалуйста, вот этот товар вы можете мне сделать так, чтобы эта компания, которая поставляет этот товар, чтобы эта компания была здесь в нашем проекте цифровые гарантии. И наши цифровые продавцы, цифровые менеджеры будут это делать. Поэтому будет потребность очень высокая в наших КРУ и ВОРДКРУ. И, соответственно, будет расти цена, соответственно, и будет много продаваться. Соответственно, будет и на ВОРДКРУ, и на все-все-все будет расти цена. И мы сможем вкладывать и покупать новые активы и управлять этими активами. В общем, поэтому, дорогие мои, самое главное, что сейчас нужно вам понять, это нужно сейчас обучение. Обучение, обучение, обучение. И финансовая грамотность. Очень многие предприниматели потеряли, может быть, вот сейчас в кабале у банков. Почему? От финансовой безграмотности. А в нашей Академии частного инвестора, вы знаете, Андрей Федорович очень много раз это говорит. Самое основное – это обучение. Основное, что нам нужно, это учеба, учеба, учеба и учеба. Потому что если вы будете учиться, то вы поймете, что именно благодаря финансовой грамотности и бизнесмены, и молодые люди, они смогут за очень короткий срок приобретать недвижимость. А мы можем договориться со строительными организациями и строить или покупать у них квартиры. Можем договориться с какой-то, допустим, BI-групп, ну или какая-то другая крупная, и говорить, вот давайте вот в каждом доме вы нашим партнерам будете продавать под гарантию наших World Crew. Будете продавать недвижимость. Я вас уверяю, когда они увидят, какой у нас рост идет в World Crew, какая у нас потребность высокая в наших World Crew, дорогие мои, они будут сами соглашаться и приходить, и будут очень рады брать наши World Crew и продавать недвижимость под гарантию. Потому что они будут знать, что наши партнеры будут получать дивиденды и этими дивидендами расплачиваться за свою недвижимость. Поэтому кредиты будут не нужны. Я надеюсь, это понятно. И вот здесь, для того, чтобы эти смарт-контракты со всеми этими и строительными организациями, и с поставщиками всяких разных услуг, и врачами, и там, допустим, с какими-то частными клиниками, со всеми этими нам предпринимателями, бизнесменами, нам нужно будет, чтобы вы, цифровые продавцы, цифровые менеджеры обучены, чтобы вы заключали эти договора. Поэтому, дорогие мои, нам тысячи не хватит. Нам нужно будет гораздо больше. Поэтому нужно сейчас очень-очень активизироваться и взять быстренько тысячу, быстро закрыть. Почему? Потому что, как только у нас будет тысяча лицензий, а у нас откроются офисы АЛИМ. Офис АЛИМ и офис цифровых гарантий. Офис цифровых гарантий – это возможность привести предпринимателя в этот офис, показать ему, что это такое цифровые гарантии, как это ему будет выгодно. Больше не закладывать свою недвижимость или свои офисы в банках, а один раз купить наши КРУ, Ворд КРУ или ЮНТБ и закладывая эти наши токены, получать все, что им нужно и говорить, что, дорогие мои, вот вам нужна будет какая-то, допустим, потребность у вас в чем-то, скажите, мы эту компанию тоже сюда привлечем. И она тоже войдет и будет членом нашей ассоциации свободных предпринимателей. И они тоже приобретут наши КРУ, Ворд КРУ, и они тоже будут заинтересованы в том, чтобы КРУ, Ворд КРУ рос. И они будут с удовольствием их принимать и выдавать или продавать какие-то в обмен на гарантию наших КРУ, Ворд КРУ, давать свои товары или услуги. Поэтому на сегодняшний день, дорогие мои, еще раз говорю, дорогие мои земляки, нам нужно как можно быстрее открыть эти офисы, чтобы было куда приводить предпринимателей. Для этого нам нужно тысячу. Но вообще-то наша цель и задача 15 тысяч лицензий для микрокредитов, для кредитов в Международном банке. Вот сегодня сказал Ергари, когда была встреча, что это европейский банк. Нет, это не европейский банк. Это банк международный, но он не европейский, он в другой стране. Но этот банк международный, он признан на международном уровне. Он известен на международном уровне. И вот этот банк, он сказал, если вы найдете хотя бы одну страну, где правительство признает ваши КРУ, то тогда мы у вас, мы будем с вами работать и под гарантию ваших КРУ выдавать кредиты. Так вот, если кто еще не слышал мой вебинар, предыдущие мои вебинары, так вот, дорогие мои, у нас уже есть страна, которая готова купить у нас на минуточку не один миллион, не десять миллионов, не сто миллионов, а один миллиард ворд-кру. Они будут покупать их в рассрочку, а потом под гарантию этих ворд-кру их банк, этой страны банк, будет через этот международный банк, они будут под гарантию наших ворд-кру предпринимателей из Италии, из Европы приглашать, чтобы строить школы, больницы, заводы по переработке мусора, дороги и так далее. Вы знаете, я не так давно, буквально, наверное, день назад или когда, президент Казахстана Касымжумар Токаев сказал, что, дорогие мои, деньги заканчиваются в Казахстане, в национальном фонде Казахстана конкретно заканчиваются деньги, что нам нужно что-то предпринимать, что нужно начинать работать по-новому, по-другому. Так вот, дорогие мои земляки, это, я так думаю, будет конкретно ваша задача, чтобы наши банки казахстанские не должны были покупать эти дорогие валютные, и чтобы не тратить валютные резервы наши, валютные запасы, чтобы вот можно было просто под гарантию тогда наших ворд-кру приглашать, или, допустим, те же вот мусороперерабатывающие заводы, или еще что-то, какое-то оборудование в Европе, или еще где-то закупать, мы можем это делать под гарантию наших ворд-кру. Мы можем заинтересовать здесь у нас наши, наши, наши государственные органы. Мы можем заинтересовать те же самые министерства, которые должны, ведь очень амбициозная цель построить тысячу школ, а на это нужны деньги. А вы знаете, гораздо проще приобрести ворд-кру, а потом под гарантию этих ворд-кру пригласить строителей и всех, чтобы они начали строить и под гарантию тогда наших ворд-кру в этом банке международном получить тогда средства необходимые. И это ведь очень хороший выход из положения. Но для этого, дорогие мои, вы должны проснуться. Вот смотрите, сейчас через полчаса будет Кубитекс, да, или как вот называется, дорогие мои, как называется, вот будет сейчас после меня, после того, как я закончу, я специально постараюсь закончить уже, да, к десяти часам, будет Иван Полуянчик рассказывать о новом продукте, кстати. Поэтому вот представьте, это, между прочим, ведь наши казахстанские ребята придумали. Кадекс, Кадекс. Спасибо большое, Нурлан написал Кадекс. Да, по Кадексу будет вебинар. Так вот, смотрите, Кадекс наши казахстанские ребята разработали. Умницы, молодцы. Но самое интересное, то, что в компании об этом рассказали не мы, не казахстанцы, не вы, не казахстанцы. Хотя вы уже казахстанцы были. Вы уже были в Кадексе и вошли наши лидеры. Именно почему? Потому что это очень интересная платформа, где можно на криптовалютах зарабатывать деньги. Это помощь абсолютно всем нам. А в компанию пришли наши ребята казахстанские с этим Кадексом через Россию. Через российского вот этого Ивана Полуянчика, который он каким-то образом узнал. И он пришел к Хавратову, ну то есть он там дозвонился, объяснил, рассказал. И вот мне стало обидно. А почему наши лидеры не рассказали? Наверное, посчитали, да, ну ладно, эта компания будет неинтересна. А я считаю, что вот сейчас вы, вы здесь активные партнеры, вы же совладельцы компании. Это ваша задача, это ваша цель сделать так, чтобы у нас наши абсолютно, наши кру, ворд-кру начали расти, чтобы сделать заинтересованными всех предпринимателей, бизнесменов в Казахстане, чтобы они все к нам активно вошли, чтобы они начали здесь обмениваться, между собой договариваться и через наши ворд-кру без кредитов, чтобы они смогли работать. Это наша задача. Соединить их, объединить, познакомить. И сказать им, что вот есть возможность обойти банки, не быть в кабале у банков. Это же замечательная идея. Почему Кадекс из Казахстана пришел через Россию в нашу компанию? Почему не через Казахстан? Потому что казахстанские партнеры, наверное, посчитали, что это будет неинтересно. А оказалось, видите, как интересно и как оказалось полезно. Поэтому, дорогие мои, во-первых, самое главное – обучение. Поэтому сейчас вот вы, уникальная возможность, первой тысячи людей, которые приобретут лицензию А в Казахстане, у вас будет бесплатно обучение на цифрового продавца, повторюсь, и потом на цифрового лицензия А. Запомните, дорогие мои, она бессрочная. После того, как вы сдадите экзамен, допустим, на цифрового продавца, это тоже потом бессрочная у вас будет профессия. Так же, как и цифровой менеджер. Только вы будете дополнительно какой-то еще, ну, будет же обновляться, какие-то новые. Знаете, вот как, например, мой папа, он был юристом. Так вот, он учился всю жизнь. Постоянно новые законы выходят, и он постоянно сидел обложенный газетами новыми, где публиковались эти все законы, и он постоянно их выписывал, записывал и изучал. Это нормально. Так и вы тоже будете постоянно обучаться. Я тут просто увидела вопрос, дорогие мои, поэтому сразу ответила. Потом я еще отвечу дополнительно на вопросы. Поэтому я надеюсь, вы поняли, что цифровые гарантии – это спасение сейчас будет для Казахстана. Ведь уже наш президент сказал, просыпайтесь, дорогие мои. Он сказал это правительством. Так вот, кто из вас первый придет в правительство и скажет, у нас есть решение для предпринимателей. У нас есть решение, как можно будет с помощью Международного банка строить школы, где взять деньги на это. У нас есть решение. Вот если вы придете и скажете… Кстати, ко мне уже позвонила Жанар Сыздыкова, она здесь сидит, поэтому Жанар Коп, Коп, Рахмет. Я еще не созвонилась, но я созвонюсь. Она мне сказала, что вот есть телефон такого-такого-такого-то человека, он работает сам рук Казна, можно будет с ним договориться и предложить. Это действительно будет уникальная возможность для нашей страны не влезать в кабалу, не продавать наши, не только наши Кру Ворд Кру, чтобы вы не продавали за бесценок, а вы сможете столько благотворительных дел сделать, когда вырастет цена на Кру Ворд Кру. А главное, давайте мы сохраним для наших будущих поколений все полезные ископаемые, которые у нас еще остались. Давайте мы не продадим все за бесценок иностранным компаниям. Дорогие мои, это наша земля, это наш Казахстан. Я гражданка Казахстана. Хоть я и больше 20 лет живу в Италии, я не меняла гражданство, хотя могла поменять, но я не меняю. Я стою с гражданкой Казахстана. Я люблю свою страну. И мне больно видеть, как у нас все из Казахстана уходит за границу, за копейки, за бесценок. А теперь и в нашей компании больше всех казахстанцев продают наши Кру за бесценок. Давайте это остановим. И когда вот мне кто-то сказал, ой, а зачем тогда нам ваши цифровые гарантии, если цена на Кру Ворд Кру поднимется, мы их продадим, нам кредит не нужен. А и не нужно вам кредит. Но если вы настроите свои мозги на то, что я продам Кру, когда вырастет цена, вы останетесь бедными, потому что вы их съедите, вы же деньги эти получите, вы их проедите, вы их израсходуете и снова станете бедными. Это менталитет бедного человека. Менталитет богатого человека – это как мне сделать постоянный доход, чтобы мои деньги постоянно работали и приносили мне доход. Вы совладельцы этой компании. Это только вы можете сюда пригласить предпринимателей. Это только вы. У вас в Казахстане, у нас в Казахстане Эммануэль Барони вам делает колоссальный, неоценимый подарок получить бесплатно образование, обучение на цифрового продавца, а потом на цифрового менеджера. Создача экзамена «Цифровой продавец» – 75 правильных ответов, и вы цифровой менеджер, зарегистрированный в международном регистре, на международном уровне «Признанная профессия». Это уникальная возможность. Это уникальная возможность, которой можно воспользоваться сейчас за полцены, всего за 200 долларов. Несовершеннолетним, да, можно будет купить эту лицензию А, потому что несовершеннолетним обучится, сдаст экзамен, когда будет срок, он может сдать экзамен сразу, но начнет работать, начнет работать, когда станет совершеннолетним. А пока может там ему папа, мама помогать, или можете потом купить еще одну профессию. Поэтому вы представляете, какие возможности для Казахстана. Ну неужели мы дадим родному Казахстану вот влезть в кабалу, в какие-то, не знаю, в какие-то долги перед международными валютными, там, резервными банками и так далее, перед международным валютным фондом и так далее. И распродадим все, что у нас осталось в недрах Казахстана, все, что осталось, распродадим за бесценок. Ну это же, это же достояние ваших детей, наших детей, наших будущих поколений. Вы знаете, мы пришли на эту землю, и нам эту землю дали, чтобы мы ее сохранили и передали. Слушайте, казахстанцы, казахстанцы, мы столько, мы столько лет воевали за независимость, и с джунгарами, и с кем только, защищая, от кого только мы не защищали нашу землю. Дорогие мои, ну неужели мы сейчас все это за бесценок продадим международным компаниям, иностранным компаниям, и останемся ни с чем, и останемся в кабале, в долгах нет. Вам, вам дается уникальная возможность вытащить страну из этого, вот из этой кабалы кредитной. И вы имеете такую уникальную возможность. Вы можете все сделать так, что наш Кру, World Kru, будет стоить тысячу долларов. Тогда каждый, у кого есть хотя бы сто или десять тысяч. Десять тысяч умножьте на тысячу. Десять тысяч умножьте на тысячу долларов. Я в нулях сейчас так, подождите, я сейчас, 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 если кто-то может посчитать и быстро, вот я считаю, десять тысяч умножаем на тысячу долларов. Если мы сделаем цену, не если, а когда мы сделаем, это, извините меня, это десять миллионов. Это даже у кого есть десять тысяч, так? А у кого есть один миллион? Это же миллиардеры. А эти миллиардеры, а у нас их будет не один человек, у нас их будут очень много, у нас их будет сотни в Казахстане. Это сколько миллиардеров, которые смогут сделать великие дела для Казахстана. Поэтому, дорогие мои, у вас огромная миссия, у нас с вами огромная миссия. Я поэтому здесь каждый день, знаете, моя мама, у нее есть люди, это она мне в детстве говорила, извините, это у меня моя мама так в детстве учила казахский язык. Она говорит, я так вот настаиваю, настаиваю, настаиваю. Говорите на казахском, говорите на казахском. Казахский язык будет очень нужен. Но вот мы в детстве этого не понимали, у меня все было на русском, поэтому у меня казахский язык очень слабый. А вот я, к сожалению, на казахском не могу проводить вебинары. Понимать все понимаю. Знаете, как говорят, я, говорит, как собака, все понимаю, сказать не могу. На казахском все понимаю, говорю, но не очень хорошо. Поэтому, дорогие мои, достучитесь до каждого казахстанца. Каждому знакомому предпринимателю, бизнесмену скажите, наша компания пришла в Казахстан, чтобы спасти от кабалы долговой, от кредитов, чтобы спасти и чтобы дать возможность людям жить без кредитов. Мы этому обучаем. Мы этому не только обучаем, но мы и даем уникальную возможность с помощью наших КРУ, с помощью наших ВОРД КРУ сделать так, чтобы люди были просто финансово грамотными, финансово независимыми. Это ваша миссия. Это ваша. Это ваша. Прямо вот ваша миссия. Поэтому здесь, я надеюсь, есть кто Жанара Сыздыкова. Она прекрасно говорит на казахском языке, потому что на казахском училась. Поэтому, дорогие мои, казахша тусундрюб жверенша. Казахша – это вот к Жанаре, это к Батырхану, это… Так, у нас кто еще есть? Так, 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 так. Кто у нас еще есть? Кто у нас еще есть? Кто еще есть? Так, так, так. Несовершеннолетняя взаимозаменяемость. Так, родители смогут воспользоваться лицензией своих детей. То есть, да, да, это можно будет сделать, но там не так, что можно будет всем обучиться, но оформлена должна быть лицензия на одного человека. Так, кто еще у нас говорит? Так, Кинджибай, да, конечно, Кинджибай замечательно говорит на казахском. Гульсана замечательно говорит на казахском. По-моему, ереке, да, у нас тоже замечательно говорит на казахском. Так, кто еще? В общем, у нас говорящих на казахском языке очень много. Поэтому то, что я сейчас говорю на русском языке, я думаю, что все это, тсундрыб, все это расскажут и на казахском языке. Итак, осталось 15 минут до того, как вот будет кадекс, да, по кадексу будет. Поэтому можно пенсионерам сделать рассрочку на 3 месяца. Первый месяц 100 долларов, второй месяц и третий месяц по 50. Дорогие мои, это не от меня зависит. Вот честное слово. Я бы с удовольствием, но вот так настроили наши вот программисты, что вот это вот будет вот так 200 долларов. Я не знаю, что-то, может быть, еще будет, не будет. Вот на сегодняшний день, к сожалению, вот пока вот так. Нет, пока на сегодняшний день не могу обещать даже пенсионерам. Вот это такую скидку до сих пор еще вот так вот держат. В Казахстане и в других странах тоже держат, да. Но, тем не менее, это все равно очень и очень выгодный вариант. Понимаете, вот я не знаю, может быть, пенсионеры тогда могут попросить своих детей или своим детям сказать. Кредит. Вот Мадина спрашивает, когда будет кредит. Я уже это сказала. Еще раз повторяю. Кредиты будут только тогда, когда у нас будет приобретено 15. тысяч лицензий А. То есть сейчас они по 200 долларов, потом они будут по 400 долларов. Но как только у нас будет тысяча лицензий, у нас будут офисы. Офисы NDE, то есть цифровых гарантий и ассоциации свободных предпринимателей, по-итальянски сокращенно АЛИМ. И вот этот АЛИМ, вот эта ассоциация свободных предпринимателей, это и офис NDE, цифровых гарантий, позволит вам приводить туда предпринимателей и говорить, послушай, какая уникальная возможность. Поэтому, дорогие мои, я еще раз повторюсь, кредит только, когда будет у нас 15 тысяч. Когда будет только 15 тысяч. Так, 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 так. Поговорю я с Эммануэлем Барони, спрошу, можно ли еще сделать пенсионерам, чтобы 100 заплатили, а потом там доплатили еще. Но я не могу абсолютно гарантировать. Но я обязательно спрошу, обязательно, обязательно. Вот я не могу ничего говорить, Амутай Куспанович, обязательно спрошу. Так, по кредитам я ответила. Есть еще вопросы? Нурхан, вы могли бы там, если поднимут руку, поднимите, пожалуйста, руку. Знаете, вот сейчас я так покажу. Так, дорогие мои, смотрите, вы если поставите здесь, допустим, или в чате, или еще где-то, поднимите руку, то тогда вы сможете задать свой вопрос. Если вопросов нет, то у нас буквально 10 минут, и потом идет вебинар по вот этому кадексу, который, как вы знаете, кадекс родился в Казахстане. Это уникальная платформа, замечательная, которая очень понравилась Андрею Федоровичу. И в результате вот у нас на сегодняшний день в компании сейчас есть такая возможность войти в эту платформу. Это для того, чтобы зарабатывать. Так, Мадина, смотрите, 15 тысяч лицензий АМ, и приезжает в первую очередь микрокредитная организация. Это будет 15 тысяч евро. 15 тысяч евро – это от микрокредитной организации. Так, а потом, когда будет уже международный банк, там же не будет ограничений. Ограничение только количество ваших вордкрум. То есть ваших вордкрум – вордкрум. Если у вас миллион вордкрум – вордкрум – и стоимость ваших вордкрум – миллион, вы можете потом получить тогда до миллиона долларов. Ну, я не думаю, что в Казахстане кому-то нужно будет миллион долларов. Хотя предпринимателям, бизнесменам для развития бизнеса очень, может быть, и понадобится. Поэтому ссылка на следующий вебинар, я не знаю. Мне кажется, ее публиковали где-то. Я не могу сказать, где она есть. Я ее где-то видела. Возможно, она пока на сегодняшний день только для лидеров. Я вот это точно не могу сказать. Кредит под какой, я не могу этого сказать. Это будет зависеть. Вот микрокредитная организация, не знаю. Это будет зависеть от этой организации. Там потом будет выясняться и будет… Ну, вы просто не забывайте, что это в любом случае. Вы сможете гасить этот кредит с помощью дивидендов, которые вы будете получать на вашу вордкрум. Поэтому это будет очень здорово, потому что вы будете получать ваши дивиденды и гасить ваш кредит. Но я очень надеюсь, что к тому времени, когда у нас уже будет возможность взять кредиты, вам они просто уже не понадобятся. Когда можно будет узнать результат по пенсионерам, я вам сразу сказала, Амантея Куспанович, что я вам ничего не обещаю. Я сказала просто, я спрошу у Эммануэля Барони. Это от него зависит. Но обещать ничего не буду. Возможно, он мне сразу скажет категорически нет. Скажет, я и так для Казахстана сделал столько скидок, столько подарков, что вот да, Казахстан лучше всех сработал. Да, именно поэтому только Казахстану он дарит бесплатно это обучение. Он дает такую уникальную возможность, чтобы в Казахстане стало сразу же тысяча цифровых продавцов и потом тысяча цифровых менеджеров, зарегистрированных на международном уровне. Это будет первая страна, в которой будет цифровых продавцов сразу тысячу и тысячи цифровых менеджеров. Вот эту возможность бесплатно обучиться дают только Казахстану. Эммануэль Барони дал это только нам. Я не вижу, что неизвестно, это будет решать этот микрокриминар. Не знаю, поищите, пожалуйста, спросите, может быть, я не знаю, у кого-нибудь. Так, 15 тысяч только в Казахстане, дорогие мои. Я так понимаю, тогда, Нуржан, вопрос, 15 тысяч только в Казахстане или на уровне международном? Нет, нет, нет. Чтобы были микрокредиты, это в каждой отдельно взятой стране нужно, чтобы было 15 тысяч партнерок с лицензией А. Но как только в Казахстане будет тысяча лицензий А приобретено, сразу же открываются офисы. А с офисами будет гораздо проще приглашать предпринимателей, показывать им, как это выгодно, как это можно будет им, не закладывая потом все свои там фабрики, заводы, как можно будет им потом работать с нашим международным банком и брать там, допустим, кредиты или договариваться между собой и под гарантию наших вордкрут получать, допустим, то, что им нужно. Или там семена фермерам, или, допустим, скажем, там телят, там каким-то молочным фермам, да, по разводу крупного рогатого скота, или, допустим, там тех же самых ягнят, или еще там цыплят, или, в общем, все что угодно. Это можно будет им между собой договариваться, и под гарантией этих вордкру они смогут между собой просто брать все, что им будет нужно. Им не нужны будут кредиты. Вот это вы должны понять. А для этого нам нужно, чтобы у нас были офисы. Для этого нам нужно, чтобы у нас были тысяча цифровых продавцов, нам будет не хватать. И цифровых менеджеров тысяч нам будет не хватать. Мы же по всему миру будем работать. Мы же будем привлекать сюда и международных предпринимателей из других стран. Поэтому, дорогие мои, осталось 7 минут. Если есть какой-то вопрос, пишите. Результат по пенсионерам я сказала. Все, других вопросов нет. Так, Зауреш, спасибо за теплые слова. Я вас тоже очень люблю. Вы знаете, я очень люблю Пазахстан. Я очень люблю... Я вообще люблю весь Советский Союз. Почему? Потому что я родилась в Советском Союзе. Я люблю весь Советский Союз. Я люблю все страны Советского Союза, которые сейчас стали независимыми, но мы все равно все в одной связке. И мы все равно все друг с другом можем работать, сотрудничать и быть все равно в едином экономическом пространстве. Поэтому мы можем все объединить через нашу компанию. Все можем друг друга объединить. Дорогие мои, я ответила на все вопросы, которые здесь были. Я вас тоже всех очень и очень люблю. Я вас благодарю за то, что вы пришли сегодня. Я очень надеюсь, что вы услышали. Нет еще ни одной страны в мире, где бы давали микрокредиты. И в Италии, хоть у нас есть эта ассоциация свободных предпринимателей, она в Италии родилась, но теперь она стала международная. Но, тем не менее, еще нет ни одной страны в мире, где выдаются микрокредиты. Хорошо, дорогие мои? Пожалуйста, это запомните и знайте. Но самое главное, что скоро вам не нужны будут эти кредиты. Просто запомните это. Вам не нужны будут. Мы сможем всех предпринимателей объединить, всем им объяснить ценность наших Кру, Ворд Кру, поднять цену наших Кру, Ворд Кру, наших UNTB, и таким образом можем им помочь под гарантией наших Кру, Ворд Кру между собой обмениваться. Это, знаете, будет такой бартер. И вы это должны сделать. Вы, дорогие мои, обученные бесплатно, благодаря щедрости Эммануэля Бароне, благодаря тому, что он любит Казахстан, благодаря тому, что я ему сказала, сделай что-нибудь для Казахстана, такой какой-нибудь подарок, я тогда буду там работать день и ночь. Вот я поэтому сейчас очень хочу, чтобы у нас до конца было тысяча, 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 тысяча наших этих лицензий А. Так. Почему это мне нельзя без охраны? Я думаю, что мне можно без охраны. Так, Galaxy A71. Я не знаю, как вас зовут, я не знаю, как к вам обратиться. Я не знаю, как к вам обратиться. Спасибо огромное для пожеланий, Рымшаш. Спасибо огромное, да, спасибо. Спасибо. Я действительно очень хочу, чтобы у нас Казахстан стал процветающей страной. Почему Дубаи, где, ну вот, только-только-только нефть у них была, а сейчас они стали такой вообще развитой страной, и вообще они знают прекрасно, что у них нефть закончится, но тем не менее они будут жить и процветать. Поэтому и мы, это в наших руках. Это наши, наши абсолютно миссия, задача, чтобы когда у нас закончатся ресурсы, дай бог, чтобы они у нас долго не заканчивались, но когда закончатся наши ресурсы, чтобы мы уже к этому времени имели очень богатую абсолютно промышленность, развитую, и чтобы мы не были зависимы ни от какого международного валютного фонда, ни от кого, чтобы мы сами. У нас же будет столько миллиардеров. Вы же, мои дорогие, все миллионеры-миллиардеры. Поэтому вы уже сейчас каждый день ложитесь спать. Я миллионер, я миллиардер, я должен сделать что-то для спасения Казахстана. Каждый день ложитесь этим. А что я еще могу сделать сегодня? Что я еще, вот утром просыпайтесь, что я еще могу сделать для спасения Казахстана, для того, чтобы Казахстан вышел из долговой ямы, и чтобы мои все земляки вышли из долговой, из кредитов. Что я еще могу сделать? С кем я уже поговорил? С кем я еще пообщался? Кому я еще рассказал про эту уникальную возможность? Вот это должна быть ваша мысль. Вы должны с этим ложиться, вы должны с этой мыслью вставать, и вот тогда мы, дорогие мои, обязательно, обязательно станем самой процветающей страной в мире. Это точно сможем. Хорошо? Так. Жарканаляга, я не поняла. Бахат, вы написали, что... Рахмет, это вам, спасибо огромное. Я помню, как мы с вами сидели на ГОА, на обучении сидели с вами рядом, фотографировались. Так. Конечно, Казахстан сделает тысячу лицензий. У меня нет. Казахстан 15 тысяч сделает. Будут вам эти микрокредиты по 15 тысяч евро? Даже никаких сомнений у нас нет. Абсолютно. Мы до конца года сделаем 25 тысяч лицензий. До конца года. Давайте вот так все будем медитировать и скажем, до конца года у нас будет 25 тысяч лицензий А. До конца года в Казахстане будет 25 тысяч. И до конца года у нас будет обученных, сертифицированных на международном уровне тысяча цифровых менеджеров, востребованных во всем мире. И они будут работать по всему миру благодаря нашей программе и вот этой вот благодаря нашей вот этой платформе, на которой можно будет разговаривать со всеми, с переводом автоматическим сразу же на 12 языков мира. И у нас это будет. Мы будем продавать эту связь. Она будет уникальная сразу с переводом. и вы сможете работать по всему миру. Поэтому, дорогие мои, я заканчиваю на том, что я говорю. Так. Рахмет. Рахмет Гуршара. Рахмет. 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 Всегда Казахстан был первый. Всегда. 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 Да, у нас будет 25 тысяч. Да. Жаря. Так, давайте. Теперь Мадина. Я попрошу обязательно, батархожа или еще кого-то, обязательно все сделают на казахском языке. Поэтому все еще раз, заключительно, я говорю. До конца промоушена тысяча лицензий. Давайте еще завтра соберемся. Завтра соберемся, и я подведу итог. Сколько у нас? Тысяча лицензий А до конца промоушена. До завтрашнего вечера тысяча лицензий А. Первое. Второе. До конца года 25 тысяч лицензий А. Открытые офисы по всему Казахстану. По всему Казахстану открыты офисы свободных предпринимателей. Зарегистрированных тысячам менеджеров цифровых в международном реестре, работающих по всему миру, привлекающих деньги для Казахстана, для строительства школ, для строительства больниц, оборудование для поставки, для всего, под гарантию наших вордкрум. Поэтому вот на этом 25 тысяч лицензий А. Вот на этом я вас всех обнимаю, крепко обнимаю. Я вас всех очень люблю. Давайте разбудите всех своих, всех своих партнеров, всем обзвоните и скажите, ты уже купил лицензию? Если не купил, давай, звони родственникам, друзьям, покупай быстро. Нам нужно завтра сделать тысячу. Все, дорогие мои. Айнолайндер, я вас очень люблю. Очень-очень-очень сильно люблю. Спасибо. До свидания. Обнимаю вас. Крепко-крепко-крепко обнимаю. Все, дорогие мои. Очень вас люблю. Обнимаю, целую. Я надеюсь, запись была. Все, Нурхан, тогда вы запись сделали, сохраняйте. И всего доброго. Еще раз. Давайте еще завтра встретимся и подведем завтра итог. Сколько мы сделали. Сегодня разбудите всех. Всех разбудите. Жархуналага. Хорошо? Еще всех дальше будем. Все, давайте. Целую вас. Субтитры создавал DimaTorzok